Как грибы после дождя в Одессе друг за другом начали появляться не просто новострои, а целые жилмассивы. Но востребовано ли это? И в какую цену можно приобрести жилье возле Черного моря, не попав при этом в руки аферистов? По заверениям риэлтора, в Одесский рынок недвижимости наконец-то стабилизировался и теперь предлагает варианты жилья на любой кошелек. Маклеры уверяют, одесситы перестали бояться вкладывать деньги в квадратные метры, ведь местные строительные фирмы давно себя зарекомендовали, а компании «Однодневки» канули в лету вместе со своими скандальными недостроями. Все это позволяет застройщикам зарабатывать до 30% от стоимости каждой квартиры, что в нашем городе приносит хорошую прибыль. Детская недвижимость занимает третье место в Украине. На первом месте Киев. Там на данный момент средняя цена квадратного метра составляет где-то 1200-1250 долларов за квадратный метр. Если видите в Одессе, то у нас 700-800 долларов средняя цена квадратного метра, где-то полтора раза ниже. Летом цены на одесские квартиры из-за курса доллара подскочили. Не повлияли и дешевые стройматериалы, торговать которыми теперь выгоднее, чем контрабандой. Но спрос на квартиры в новостроях высокий, говорят риэлторы. У их альтернативы хрущевок уже истекают сроки эксплуатации. Вернулись в Одессу и давно забытые коммуналки, теперь цивилизованного типа. Человек должен понимать, что за 14 тысяч он получает квартиру максимум 16 квадратных метров в малоквартирном доме по типу при Советском Союзе, как это были гостинки. То есть он получает большой коридор, много соседей и комнату от 12 до потолок 18 квадратных метров, куда и входит и кухня, и коридор, и санузел. В принципе, на сегодняшний день это хорошая альтернатива коммунам. Эксперты строительный бум последних лет объясняют и содействием государства. Условия начала строительства и сдачи объектов в эксплуатацию значительно либерализировали. Строить стало легче с точки зрения бюрократии. А вот особой популярностью у застройщиков пользуется земля в пригородах. Там требования еще ниже. Либерализация, с одной стороны, резкое снижение государственного контроля над тем, что происходит в стране в целом, привело к тому, что большая часть жилья, которая сейчас сдается в эксплуатацию, оно никем не проверяется. В общем-то, все зависит от того, насколько порядочным является застройщик. А вот в центре строить нельзя, считает архитектор Екатерина Гагина. Эта часть Одессы на большое количество машин не рассчитана. Да, и инфраструктура не позволяет. Нужно к нему детский сад, школа, определенный подъезд нормальный, чтобы дорога могла выдержать. В Одессе коллапс с инженерными коммуникациями. Наши канализации и водопровод уже старые. Их нужно обновлять, и они не выдерживают увеличения нагрузки многоэтажного строительства. В январе депутаты приняли закон по ужесточению получения разрешения на строительство. В силу документ вступил с середины лета. Строительные фирмы спешили сдать в эксплуатацию, построенную по старым правилам. Это повлияло на цены недвижимости во многих городах страны. Киевские маклеры констатировали, зарабатывать в столице на квартирах люди перестали. Сдавать в аренду из-за коммуналки стало невыгодно, а перепродавать из-за курса доллара слишком рискованно. Но Одесса, как столица туризма, всегда играет по своим правилам. И здесь недвижимость продолжает оставаться одним из основных заработков. Анастасия Левкович, Григорий Евич, Телеканал Репортер.